Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Милевша Хакимова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Ученые КФУ в скором времени планируют выращивать капусту кейл в России. Революция в науке, теперь ДНК можно изменить. На базе Казанского университета появился Международный научный центр по нефтедобычам. Что такое генетические ножницы? Что ими можно отрезать и почему этот термин с недавних портал известен на весь мир? Подробности в сюжете нашего корреспондента. Возможность обреза ДНК совершила революция в науке. Француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна стали лауреатами Нобелевской премии по химии. Благодаря развитию метода редактирования генома. Или по-другому Криспер Каас – генетических ножниц. Наш телеканал связался с членом Нобелевского комитета и выяснил, почему генетическая разработка получила премию в области химии. Речь идет о деталях молекулярного механизма, выяснении, как это работает и как это можно менять, чтобы он действовал в нужном нам направлении. Это химия, а не генетика. Вы можете резать генетическую информацию там, где вам нужно. Раньше это было очень тяжело, а порой даже невозможно. Поэтому данные открытия очень многое значат для фундаментальной науки. Генетическая информация живого организма, которая накапливалась его предками за миллиарды лет эволюции, хранится в ДНК, представляющей из себя двойной спираль генетического кода. Каждое звено такой спирали – это отдельный ген. Эти генетические ножницы могут точно находить определенный участок на молекуле ДНК и разрезать его. Тогда можно и вырезать что-то этими ножницами, и с помощью других молекулярных, скажем так, ниток с иголками, ввести туда другой генетический код. В перспективе редактирование человеческой ДНК может избавить людей от наследственных болезней. Если есть наследственная мутация, то методы геномного редактирования позволяют исправить эту мутацию. То есть, своего рода, если есть опечатка в генетическом тексте, то здесь мы можем замазать, как бы вырезать неправильную букву и вклеить правильную букву, тем самым исправив эту генетическую опечатку. То же самое с онкологическими заболеваниями. Это может использоваться в медицине. Криспер КАЗ-9 помогут не только в раковой терапии, но и в лечении болезней крови. Интересен и тот факт, что Нобелевская премия по химии была впервые присуждена только женщинам. Последний раз Нобелевскую премию по химии присудили женщины 56 лет назад. Это потрясающе во всех направлениях открытия, может быть полезно для человечества и в будущем, а также используется все больше и больше. Это образец для подражания, нам нужно больше женщин в науке, и это будет очень здорово для нашего общества. Диана Шеленкова, Универ-Ньюс. В национальный проект наука входят научные центры по приоритетам научно-технологического развития. Один из таких центров теперь есть на базе Казанского университета. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. В 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. В связи с этим был создан национальный проект наука. В рамках национального проекта наука запланировано создание нескольких типов научных центров мирового уровня. Во-первых, это математические центры, геномные центры и центры по семи научным направлениям, которые вошли в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Одно из направлений связано с энергетикой, с углеводородами, с созданием новых материалов на этой основе. На базе этой области основали Центр мирового уровня национального освоения запасов жидких углеводородов планеты под руководством консорциума нескольких российских университетов. Важно, что Казанский федеральный университет стал в консорциуме головным. И в консорциуме, кроме нас, мы головная организация, входит еще три крупнейших научно-образовательных центра России в этом направлении. Это Губкинский нефтяной университет в Москве, Уфимский нефтяной университет в Уфе и Сколтех. Это тоже очень известная научная организация, которая в этом направлении. В итоге, до 2024 года, до 2025 года практически, в России это направление будет развиваться именно в этом центре. На днях в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета будет проходить заседание ученого совета, где будет утверждаться проект создания структурного подразделения Международного научного центра. Некоторые структуры, уже существующие, заводят под эту структуру. Это научно-исследовательский центр «Геолаб», это лаборатория института геологии и нефтегазовых технологий и центр дополнительного образования института геологии и нефтегазовых технологий. То есть эти люди сразу становятся штабными сотрудниками научного центра мирового уровня. Проректор Казанского университета отметил основные задачи, которые стоят перед участвующими в создании центра вузами. Создание инновационных и эффективных методов поиска, разведка нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием сквозных технологий с помощью искусственного интеллекта и обработки больших данных, а также разработка месторождения нефти и газа. Те поставленные амбициозные задачи, которые поведут, во-первых, не только к тому, что в мире мы станем лидерами по этому направлению, но и самое главное, наверное, очень важно, к тому, что мы обеспечим стабильность нефтегазовой отрасли России на ближайшие десятилетия. Не менее важным в проекте является и социальный аспект привлечения и воспитания талантливой молодежи из России и из-за рубежа. Совсем скоро в России может появиться новый вид капусты. Вдобавок к брюссельской, цветной и белокочанной добавится еще и капуста кейл. Перед российскими учеными стоит задача адаптировать заморский овощ к российским землям и начать поставлять его на рынок. Внедрить овощ в рацион россиян планируют уже к 2025 году. Капусту в массовых промышленных масштабах в России не выращивают. Поэтому мы взяли на себя такой пилотный пионерский проект, адаптировать ее к условиям России и начать, естественно, с Татарстана. Мы сейчас работаем с разными сортами и выясняем поведение этой капусты у нас, в частности, в условиях Татарстана. Капуста кейл очень популярна в Европе. В пищу ее употребляли еще древние греки. К нам сейчас ее поставляют в основном из-за границы, поэтому цена довольно-таки высокая. Интерес ученых к этой капусте вызван тем, что в ней содержится много полезных веществ. Также ее используют в качестве профилактики многих заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических. Наша задача не лечить, а именно создать какие-то продукты и найти ресурсов для создания этих продуктов, обогащенные вот этими самыми витаминами, минеральными элементами, ассидантами, белками, омега-жирными кислотами и так далее. Вот один из таких интересных проектов связан и с растениями капусты кейл. Капусту кейл, помимо обычного повседневного употребления, используют во многих ресторанных блюдах. Чаще всего ее применяют в вегетарианском и диетическом питании. Ее можно добавлять в салаты, горячие блюда и делать из нее смузи. Ну или же просто есть ее в сыром виде. Вкус ее немного своеобразный, горьковатый и может не сразу прийти по вкусу к потребителям. Вкус капусты кейл зависит от ее сорта. То есть чем плотнее листья, чем они темнее, тем больше вкус напоминает вкус морской капусты. А так, в целом, это обычная зелень. И чтобы к ней привыкнуть, можно для начала заменять, допустим, обычный лист салата в бургере на капусту кейл. И когда уже ваш язык будет готов к восприятию вкуса, вы можете спокойно делать из него смузи, свежевыжатые соки и добавлять в свой рацион. По словам ученых, чтобы убрать горьковатый привкус капусты, собирать ее нужно в ноябре, когда пойдут первые холода. Из-за низких температур в капусте начнут образовываться сахара. Также этот овощ прекрасно переносит заморозку. Наша капуста белокочанная, по вкусу она похожа, но это намного больше содержит питательных веществ, микроэлементов. И для нашего человеческого организма очень полезная. Ну, это двухлетнее растение. На зиму мы убираем листовую пластинку, то есть мы закладываем морозильники, и целый год можно его использовать. Совсем скоро на прилавках магазинов может появиться новый вид растительности. К брюссельской, брокколи и обычной белокочанной капусте может добавиться и капуста кейл. По словам ученых, такой размер этой капусты еще не предел. Она может достигать размеров моего плеча, тем самым обеспечивая огромную урожайность, тем самым достанется как можно больше населению нашей страны. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова